Два игровых дня до завершения сезона в Казахстанском футбольном чемпионате и самый интересный период для болельщиков. 3 ноября 32 тур КПЛ-2019, 10 ноября последний 33. И хотя расклад сил в турнирной таблице подразумевает сохранение интриги до самого последнего свистка, и специалисты, и участники турнира сходятся в одном. Главный, определяющий день в борьбе за призы и места в Еврокубковой зоне состоится завтра. Вы на канале Sports.ru и сегодня попробуем просчитать, какие клубы. Ордобасы и Астана, или Кайрат и Табол завершат сезон более счастливыми. Ну и еще назову сегодня победителя в розыгрыше футболки Дмитрия Шамко. Подписывайтесь на наш канал, большая аудитория серьезно улучшает условия работы. Оставляйте комментарии и не забывайте, что партнер Sports.ru – детско-юношеский футбольный центр «Жаскиран». Поехали! К 32-му туру КПЛ-2019 команды, наконец, выровнялись в турнирные таблицы по количеству проведенных матчей. Кстати, если вы не знали, то на последнем совете лиги было принято решение, начиная со следующего года, не переносить игры чемпионата на период проведения четырех последних туров, то есть с 29-го по 33-й. Сейчас же этого дождались только за 10 дней до конца сезона. Действующий чемпион проводил на неделе сразу два матча внутреннего чемпионата. И как ни надеялись алматинские болельщики, Астана обыграла и Ак-Тубе на своем поле, и Ак-Жит-Пес на выезде. Благодаря четырем голам Марина Томасова, как же его не хватало в Голландии? Матч против покидающих казахстанскую премьер-лигу Ак-Тубенцев оказался для Астаны довольно легким. А вот как Шитао дал серьезный бой действующему чемпиону, не берусь даже предположить, чем был мотивирован Ак-Жит-Пес. Знаете, разговоры о том, что руководство одного клуба подогревает другой клуб, чтобы он постарался лишить очков в третий клуб, лично мне подтверждали только четвертые лица и только в кулуарных разговорах. Поэтому утверждать, что кто-то кому-то обещал 150 или 400 тысяч долларов за нужный результат, считаю как минимум преждевременным. Пока не дождемся официальной информации. Но если учесть сложное финансовое положение клуба из Кокшитао в последние месяцы и особое отношение главного тренера к Жит-Песа Калматинскому Кайрату, причины особого настроя синегорцев на игру с Астаной можно поискать в этой плоскости. Так или иначе, Астана вполне могла споткнуться к команду Карповича. А для того, чтобы увести из Кокшитао три очка и вернуться на первое место в турнирной таблице после долгого там отсутствия, потребовался чудо-гол Юрия Логвиненко. Поправьте меня, если ошибусь, но кажется, именно Астана больше всех прочих бьет по чужим воротам через себя. Жаль только, что посмотреть на это приходит по-прежнему крайне мало зрителей. О чемпионской гонке буквально через пару минут, а сейчас очень коротко о том, что происходит в подвале турнирной таблицы КПЛ и чем закончился турнир в первой лиге. Кто сыграет в переходных матчах. Кроме Астаны и Акжет-Песа в минувшую среду свои перенесенные матчи проводили еще четыре клуба премьер-лиги. Игру карагандинского шахтера, который принимал отерау на Астана-арене, сейчас люди, более-менее глубоко погруженные в казахстанский футбол, воспринимают в первую очередь в связи с тем голом, который горняки пропустили на 20-й минуте и который, собственно, решил исход противостояния. И в данном случае, не имея на руках твердых фактов, я опять же воздержусь от того, чтобы строить теории заговора. Но мне все-таки интересно. Если бы на данном этапе чемпионата шахтер еще не решил задачу сохранения прописки в премьер-лиге на следующий сезон, Петр Кжельчик все равно забил бы свой гол? Ведь если отстраниться от этого вопроса, польского легионера отерау надо ставить в один ряд с Оуэном, Месси и, господи прости, Марадонной. Проход к Жельчика через полполя мимо всей обороны соперника заслуживает или какой-то важной награды, или внимания компетентных органов. Еще я бы обратил внимание на шикарный пас сопернику в исполнении нападающего шахтера Сергея Зинева. И все это происходит на фоне еще одного недавнего решения ПФЛК. Совет Лиги утвердил положение, согласно которому расписание третьего круга в следующем сезоне КПЛ будет определено не по итогам двух первых кругов, а в результате окончательных цифр в таблице КПЛ-2019. То есть уже сейчас команды, или, так скажем, некоторые команды, воюют за более выгодный календарь на будущий год. В результате чудо-прохода к Жельчика отерау догнал по набранным очкам Тарас, и даже разность забитых и пропущенных мячей у них сейчас одинаковая. Глядя в календарь, можно предположить, что именно дополнительные показатели определят, кто отправится в нижний дивизион вместе с Актобе, а кому придется пройти испытания переходными матчами против третьей команды Первой Лиги Казахстана, а это некогда нашумевший Алтай. Между тем, места в КПЛ-2020 уже забронировали за собой Актауский Каспий, в составе которого можно найти Руслана Сахалбаева, Казбека Гетериева и лучшего бомбардира Первой Лиги Айдоса Таттыбаева, а также Петропавловский Кызылжар, на посту главного тренера которого трудится Али Алиев, а в атаке играет Мамаду Сесей. Итак, что интересно в заочном противостоянии Тараза и Атырау? Обоим клубам предстоит играть против Ордобасы, здесь шинкенцы до последнего будут драться за Еврокубковое третье место. А вот второй соперник для Тараза и Атырау предполагает некоторое преимущество команды Мирзабаева. Более подробно поговорить о новичках КПЛ, наверное, стоит в отдельном выпуске. В минувшую среду также свою игру провели Кайсар и Табол, и через упоминание этого матча мы возвращаемся к разговору о борьбе за призы КПЛ-2019. Кстати, тоже любопытно, Кайсар, который в этом году выиграл Кубок Казахстана, а перед встречей с кустанайцами проиграл 4 матча к ряду в КПЛ, имел ли этот Кайсар дополнительную мотивацию в минувшую среду? Шинкенцы, ох, как были заинтересованы в потере очков Таболом. Не знаю, как думаете вы, а для меня развязка нынешнего чемпионата кажется наиболее интересной за многие последние годы. Если не согласны, пишите в комментариях, какой сезон особо запомнился вам, а я подумаю о том, как сделать об этом ретроспективный сюжет. Словом, Табол под руководством Нурбола Жумаскалиева в четырех последних матчах набрал только 2 очка и до предела осложнил свое положение в таблице. Да, сейчас кустанайцы на третьей еврокубковой позиции, но турнирный расклад вынуждает Табол завтра играть против Астаны исключительно на победу. Ведь Ардабасы почти наверняка наберет 6 очков в оставшихся турах. В среду кустанайцы добыли ничью в Казаларде, а ведь могли остаться ни с чем. Ответный гол Азат Нургалиев забил только на 93-й минуте с пенальти. Стоит сказать, что решение арбитра о назначении 11-метрового не вызывает вопросов. Фолл со стороны защитника КСРа налицо. Но я думаю, каждый вспомнит немало случаев, когда в подобных ситуациях судьи разводят руками. Забитый пенальти позволил, если так можно сказать, остаться Таболу хозяином положения. Обыгрывай Астану и Ак-Тубе на своем поле и отправляйся в квалификацию Лиги Европы. Кроме того, кустанайцы, если отберут очки у действующего чемпиона, с высокой долей вероятности позволят Кайрату опередить команду Романа Григорчука в турнирной таблице. А оставшийся календарь для алматинцев кажется почти таким же простым, как у Арда Басы. Таким образом, завтрашняя встреча Таболу и Астаны становится пока главной игрой в КПЛ-2019. И все же сюрпризы на финише сезона нередко происходят там, где этого ну никак нельзя ожидать. Особенно это касается Кайрата. За последние годы клуб из Южной столицы не один раз вплотную приближался к чемпионскому титулу, но в самый ответственный момент начинал буксовать. Поэтому нельзя забывать о вероятности проведения золотого матча в нынешнем сезоне. А для этого двум лучшим командам Лиги по итогам 33 туров достаточно набрать равное количество очков. Никакие дополнительные показатели в расчет браться не будут. Допустим, Таболу удается завтра совершить футбольное чудо и обыграть Астану. А Кайрат при этом наберет только 4 очка в матчах против Иртыша и Атрал. В этом случае золотому матчу быть. Вот где точно можно будет круто поднять интерес к казахстанскому футболу. Трудно предположить только, где эту игру стоит проводить. В Актобе, Шенкенте или может быть Кустанае. Рассуждая о вероятностях концовки КПЛ-2019, логично обратиться к котировкам букмекерских контор. Однако за сутки до начала матчей 32 тура букмекеры так и не сделали своего предложения. Это наводит на некоторые неприятные мысли. Мне удалось найти лишь коэффициенты на итоге чемпионата. И стоит признать, что эти цифры скорее огорчат нейтрального казахстанского болельщика. Коэффициенты не лучшим образом характеризуют всю лигу и даже наводят на определенные довольно грустные размышления. Понятно, что Астана выше Кайрата на 1 балл. Но коэффициент 1.1 – это что, такая разница в классе? Или такие тенденции в чемпионате? И знаете, как бы мне не хотелось увидеть частые перемещения команд в онлайн таблице по ходу оставшихся матчей, закончится все вероятнее всего вот так. Ну и в завершение обещанные итоги розыгрыша футболки Димы Шамко, которую он подарил Спортстру в Калининграде после матча Россия-Казахстан. Вам нужно было придумать кричалку про капитана Астаны и подписаться на наш YouTube-канал. Обратили на себя внимание несколько вариантов, вот они на ваших экранах. Астана побеждает барабанная дробь подписчик Спортстру с ником Рустем Дюсекин-1. С Рустемом мы спишемся в комментариях под роликом с репортажем из Калининграда. Далее как-то договоримся, как он получит эту футболку. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал. И до следующих выпусков. Пока!